Добрый день, дорогие родители! Мы продолжаем наш разговор об эпилепсии. И я хочу вам сказать, что если в наших лекциях что-то не осветилось, или у вас появились какие-то дополнительные вопросы, или вам хочется узнать что-то подробнее, или какой-то раздел, который в эти лекции не вошел, потому что необъятное невозможно, то задавайте вопросы, обращайтесь, и мы, в общем-то, с удовольствием вернемся к этой теме уже в плане конкретных ответов на ваши конкретные вопросы. А сейчас мы поговорим о том, о чем мы еще не говорили в этом разделе. Но прежде всего, это, кстати, часто спрашивают о том, как диагностируется эпилепсия. И хочу вам сразу сказать, что эпилепсия без вспомогательных методов диагностики не может диагностироваться, если вам, скажем, невролог или педиатр ставит вашему ребенку диагноз эпилепсия и не обследует его, не выявляется это на инструментальных методах исследования, то этот диагноз не может быть правомощным. Какие методы инструментального исследования должны использоваться при постановке диагноза эпилепсия? Первое – это электроэнцефалограмма. На электроэнцефалограмме у ребенка с любыми видами эпилепсии должна быть повышенная электрическая активность. То есть, что видно на электроэнцефалограмме? На электроэнцефалограмме видно очаги повышенной возбудимости коры головного мозга, которые и дают, собственно говоря, эти клинические проявления. Почему они возникают там? Мы об этом говорили на первой лекции. То есть, какие-то нарушения в процессе последних сроков беременности или в родах вызвали недостаток питания, недостаток крово- и лимфоснабжения того или иного участка коры головного мозга. И там возникли дополнительные волны. То есть, повышенная активность этих участков, она и приводит к развитию эпилепсии у детей. И второй метод лечения – это компьютерная томография коры головного мозга, на котором тоже видны участки коры, обладающие повышенной электрической активностью. То есть, перевозбужденные, так можно сказать, участки коры головного мозга. Все остальные исследования, они не показательны. На них не видно. На них, может быть, видно что-то другое. Может быть, видно там киста или какая-то опухоль, или варианты повышения внутричерепного давления, которые могут вызывать и посредственно приступы эпилепсии. Но если на электроэнцефалограмме или компьютерной томографии нет очагов повышенной активности в коре головного мозга, то речь об эпилепсии не идет совершенно определенным образом. Поэтому эти методы диагностики должны быть обязательно приведены, прежде чем мы говорим о таком состоянии. Значит, теперь возникает вопрос о лечении. Ну, понятно, что я сразу говорю вам, что я не буду обсуждать или дискутировать по поводу официальных методов лечения, то есть по поводу назначения тех или иных препаратов. Мы говорим не об этом, мы говорим о других методах лечения. И понятно, что прежде всего, точно так же, как лечение любой другой достаточно тяжелой патологии, оно должно быть комплексным. И в комплекс лечения таких детей должно обязательно быть включены методы лечения, направленные на снижение работы, на улучшение работы коры головного мозга. То есть на устранение причины, а именно на устранение последствий родовой травмы. То, что наиболее часто вызывает такие нарушения, а именно повреждение шейного отдела или гипоксия, приведшая к изменению в коре головного мозга и так далее, и так далее. И вот здесь незаменимыми становятся такие методы лечения, как крайнеусакральная терапия, биоэнергетическое воздействие на организм ребенка, в частности на кору головного мозга, воздействие остеопада, работа остеопада, грудное плавание, общие массажи и другие элементы улучшения работы коры головного мозга и так далее. Это неотъемлемая часть. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что наиболее положительные, наиболее хорошие результаты достигаются при комплексном методе лечения. Как говорится, для улучшения состояния здоровья ребенка должны быть использованы все возможные варианты, все возможные методы лечения по максимуму. Чем активнее, чем полноценнее это происходит, тем лучше результат. И еще один момент, который нам обязательно нужно сегодня проговорить. Наверняка у вас возникнет такой вопрос, поэтому я его освещу сейчас, открою. Всегда ли судороги являются следствием эпилепсии? Нет, не всегда. Совсем не обязательно приступы судороги разного рода может возникать при разных других причинах, никакого отношения к эпилепсии не имеющей. Ну, например, судороги в ответ на повышение температуры, так называемые фибрильные судороги, когда у ребенка даже при небольшом повышении температуры возникает судорожный синдром. Это не эпилепсия, это повышенная реакция температурного или терморегулирующего центра коры головного мозга. Там проблема. Причина может быть та же, родовая травма или какое-то нарушение функции коры головного мозга на последних сроках беременности, а вот причина судорог совершенно другая, и работа должна быть направлена на снижение активности терморегулирующего центра. Это не эпилепсия, это фибрильные или термические судороги. Кроме того, эти судороги могут возникать, скажем, при нарушении мозгового кровообращения у ребенка. Опять же, причина, смотри, в родах, это при повышении внутричерепного давления. Мы об этом говорили, о причинах повышения внутричерепного давления, но как следствие могут возникнуть судороги. При каких-то токсических поражениях ребенка, при отравлениях, при инфекционных каких-то патологиях, при обезвоживании, вот особенно сейчас в чате идет дискуссия о резком повышении температуры окружающей среды, не забывайте о режиме, вводном режиме, о том, что ребенка надо поить, потому что нехватка воды может привести ребенка к развитию судорог, а вы, или там, скажем, кто-то из хороших докторов, прилепите диагноз эпилепсии, будете лечить эпилепсию, вместо того, чтобы просто ребенка напоить, и судороги уйдут окончательно. Кроме всего прочего, очень трудно бывает различить судороги, особенно приступы эпилепсии, атипические, вот когда нет истинной эпилепсии, от обмороков, от нарушения сна, от каких-то форм головной боли, ну, мигрени, например, само по себе, от каких-то нарушений, связанных с психическим или чисто функциональным состоянием ребенка, поэтому, от следствия после травмы какой-то, да, тоже может быть, поэтому это состояние требует очень внимательного отношения, ну, как, впрочем, вообще с ребенком надо быть очень внимательным и, ну, скажем так, не бросаться из крайности в крайность, и по возможности думать над тем, что происходит с вашим ребенком, думать, наблюдать, анализировать, стараться ответить на вопрос, а почему это происходит, ну, и консультироваться у специалистов, которые, в принципе, могут дать вам, ну, правильный ответ или направить вас, обратить ваше внимание на то или иное состояние ребенка. То есть я, как бы, вот хочу предупредить вас, предотвратить вас от резких каких-то движений, от резких каких-то ярлыков, от вот такой постановки диагноза, как бы вот раз и все, поставили на всю оставшуюся жизнь. Старайтесь думать, старайтесь наблюдать за ребенком, старайтесь анализировать его поведение, где-то, может быть, даже записывать, где-то, может быть, даже фиксировать, что с ребенком происходит, в какое время, как это проявляется, и советоваться специалистами. Ну, и помните, что мы всегда готовы прийти к вам на помощь, ответить на ваши вопросы, и, да, на этом, вот, темы эпилепсии мы заканчиваем. Вот, и напоминаю, что всегда открыты для ваших вопросов в чате, в социальных сетях, на скайпе. Пожалуйста, будьте здоровы, счастливы, любите ваших детей и членов вашей семьи, и берегите себя. До свидания.